Здравствуйте, друзья! Мы снова вместе. Не знаю для кого как, а для меня это всегда приятно. Я рад, что мы собрались. Я рад, что мы можем работать вместе, продвигаться на том пути, который определили для себя, как вектор своего развития, своего роста в разуме. Сказать, ну прямо, так сказать, как-то очень однозначно трудно, потому что точка сингулярности, она действительно содержит в себе и информационный, и энергетический потенциал всего. Но когда она расширяется и создает определенные дуальности восприятия, то есть нашего пространства физического, то там вот эти пробелы, когда как точка-тире, точка-тире, и между ними есть пробелы, то есть пробелы – это то пространство, где человек имеет право принять свое решение, определиться, потому что человек имеет право буквально на все. он может или достичь, как говорится, высоты высот, или упасть в глубины глубин. Это никому не запрещено, потому что свобода воли изначально отдана человеку, и для этого есть определенные основания, потому что центр стремительное развитие, и центробяжное развитие – это все условия вечного существования, потому что или вы сколлапсируете опять в начальную точку, или вас размажут по всей Вселенной, потому что как бы все стопроцентно предопределено. То есть весь замысел Бога именно в этом и состоял, чтобы уйти от предопределенности, хотя общий вектор все равно задан, и есть возможность коррекции. Если как-то события понеслись совсем не туда, куда нужно, всегда их можно откорректировать, по-разному можно откорректировать. В основе этого и мы строим некоторые технологии. Мы можем, например, сжать время в точку, и тогда расширится пространство, потому что время и пространство находятся в обратной зависимости по отношению друг к другу. Мы можем наоборот сжать пространство и вытянуть линейную структуру времени. То есть как бы вот как ниточку тянем, пространство сжимается, и что остается? Мы тогда видим ту сущность, которая, в общем-то, вызывает различные деструктивные ситуации в вашем организме. То есть если мы так делаем, то мы можем увидеть, например, образы рака. Они разные. Это может быть и паук, и медуза, и змея. Но за этими символами стоят конкретные формы рака. То есть по этим образом можно знать, какой конкретный рак сейчас решил закрепиться в вашем организме. То есть на этом еще основаны и технологии. Поэтому говорить о полном предопределении невозможно, потому что если будет полное предопределение, тогда время остановится и все застынет. И пространство тоже. Оно двигается нашими стремлениями, нашими ошибками и теми коррекциями, которые осуществляет по этому поводу отец. У всех таким образом появляется работа и забота. И отцу не скучно детей поправлять, и детям не скучно тренироваться в созидательном творчестве. Физическая реальность, как правильно, кстати, замечает Григорий Петрович Горбовой, это полнота всего, всей реализации человека. То есть он обретает и материальные силы и способности, и духовные одновременно именно в этой реальности. Четвертое пространство, куда вы горите, куда-то кто-то убегает, это не совсем так. Потому что это переходные пространства. Мы, собственно, сейчас в нем и находимся. Мы находимся в четвертом измерении. Раньше, например, в физике вообще не говорили о факторе времени. А сейчас любой учебник физики об этом вам расскажет. То есть появился фактор времени, как четвертое. Измерение по отношению к высоте, ширине, длине. То есть четвертый фактор. Но он, еще раз говорю, он переходный, и он не очень длительный. Мы сейчас, в принципе, все уже сориентировались, определились. В мире растет духовное восприятие реальности мира. Это, кстати, видно с более высоких уровней сознания. Если у вас есть способность подниматься на, допустим, девятый уровень, это высший уровень сознания в нашей реальности, то вы можете увидеть, как на Земле появилось много-много красных таких точечек. То есть это активированные сознания, индивидуальные активированные сознания. То есть у людей все больше и больше таких возможностей появляется. И если раньше мы их могли десятками считать, потом сотнями, тысячами, то сейчас речь идет уже о миллионах. Миллионы сознания во всем мире уже начинают отзываться на новую реальность мира. Это очень серьезное достижение, потому что отец, собственно, и говорил от одного к миллиону. То есть если мы достигаем миллиона, то это уже все. Процесс необратимый. А сейчас речь идет уже о нескольких миллионах таких сознаний. То есть процесс пошел. И пошел очень уверенно и динамично. Редактор субтитров Корректоректор